МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На календаре последние выходные лета. Фестиваль в Кубе у нас проходит уже в четвертый раз. Возьмите руку-нож. Возьмите молотковый хват. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой вот он, творческий и спортивный Тольятти в Кубе. Пластик определяем в синие пакеты, все остальное в черные. Это проект по очистке леса и благоустройству леса. Все лето вы провели их в таких трудовых, получается, подвигах. Приходим, собираем мусор, сидим, потом еще раз собираем мусор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти. Программа о городе и людях, которые делают его лучше. На календаре последние выходные лета. Самое время ярко и эффектно поставить точку в этой красивой истории, длиною в 92 дня. Для этого мы отправились в парковый комплекс истории техники имени Сахарова. А все потому, что здесь проходит уже ставший традиционным фестиваль в Кубе. Название его не случайно. На одной площадке сразу несколько культурных и спортивных направлений и самые творческие люди города. Соревнования, мастер-классы, открытые тренировки и театральные показы. Организаторы уверяют, занятие по душе найдется для каждого. Ну что ж, пойдемте проверять, что приготовили шесть сторон виртуального Куба Творчества. Фестиваль в Кубе у нас проходит уже в четвертый раз в городском округе Тольятти. И на площадке парка Сахарова мы собираем, ну, несколько видов искусств. Все горожане могут увидеть наше учреждение культуры, увидеть различные виды искусств, увидеть, ну, что-то найти себе по душе, чем, может быть, они займутся в следующем учебном году или откроют для себя какие-то новые библиотеки, например, куда они захотят пойти. Да, сегодня это и театр Толенский театр «Кукол», и Толенский драматический театр «Колесо», и Толенская филармония, и все библиотеки, и детские библиотеки Тольятти, и взрослые библиотеки Тольятти, несколько частных учреждений. Плюс сегодня проходит третий день фестиваля метания, легенды метания ножей, топоров. То есть большое количество активностей, замечательная погода, свободный вход. Всех тольянцев приглашаем ежегодно посещать парк, не только на фестиваль, но и просто приходить в выходные дни. Издревле русские богатыри, они всегда славились владением какого-то оружия. Поэтому метание ножей, топоров очень популярно и набирает обороты. Нашему фестивалю в этом году пять лет. В этом году самое большое количество участников, более ста человек, 24, по-моему, клуба приехало, метателей из 18 городов. То есть это практически вся Россия. То есть здесь и много именитых спортсменов, много чемпионов мира, чемпионов России. То есть этот фестиваль собрал очень звездную команду звездных участников. Вот в чем секрет успеха, чтобы попасть точно в мишень? Какими нужно навыками, качествами, может быть, обладать? Ну, навыками надо обладать техника, во-первых, и моральный дух. Вот бывает очень тяжело настроиться на рубеже. Может быть, ты знаешь, техника все работает, но моральный дух вот немножко вот, надо быть уверенным. А какие существуют техники? Есть безоборотное метание, многооборотное метание, потом безоборотка, то есть плоский хват, очень много видов метания. Расскажите, пожалуйста, вот у вас в руках сейчас находятся снаряды. Вот, ну, в чем их особенность, чем, может быть, они отличаются? И это же вот необычные ножи, которыми мы пользуемся в быту. Вот чем они отличны? Ну, это ножи, каждый метатель для себя подбирает свое орудие, с чем он будет работать, свой нож. Мне подошли именно вот эти. Они созданы для безоборотного метания, но я ими работаю, спортивный хват, многооборотка. Вот. Поэтому, вот, а вот есть еще топор. Также я им работаю, очень классный, очень удобный. Вот мне подходит именно он, по точности и по метанию. Отлично. А вот как спортсмен, у вас есть какие-то, может быть, ритуалы перед метанием, чтобы вот точно попасть в цель? Ну, я как-то стараюсь взять себя в руки и беру силу у земли русской. Да, земля дает силу, и все равно. Давайте мастер-класс, я вам покажу. Давайте, возьмите руку нож, возьмите молотковый хват, вот так вот в руку берете, становитесь на 3 метра, на 3 метра, и вот это движение повторяете. Пробуйте. Мы пытаемся вспомнить историю того, как развивалась наша с вами письменность. И сегодня наш мастер-класс посвящен очень старому и уже ушедшему, давным-давно ушедшему способам очертания письма. Это уставное письмо. Когда мы говорим про уставное письмо, прежде всего надо помнить о том, что это система правил, которые нельзя было нарушать. Буквы обязаны были быть симметричными, начертания букв нельзя было никак варьировать, в отличие от того, что мы сейчас можем себе позволить. Уставное письмо, как правило, это то письмо, которое не имеет практически никакого наклона. Оно очень устойчивое, оно очень массивное, оно всегда, практически всегда симметричное. То, что мы сегодня еще пробуем, это невероятно сложная вещь, это вязевое письмо, русская вязь. Буквы переплетаются и образуют собой некий такой узор, который возможно прочитать. Мы сегодня пробуем зашифровать слово. Мы рассказываем, как из льна в растение сделать нитку. Вот здесь сейчас я в руках держу уже выработанное льняное полотно. Ну, это очень грубое льняное полотно, вот из него в основном делали вот такую вот мешковину. А чтобы это было тонко, чтобы это было тонко и красиво, конечно, это более такое сложное производство. Во-первых, мы его очень сильно начесывали, чтобы все, всю грязь из растения вычесывать. Потом и получалось такое тоненькое-тоненькое полотно. А потом вот уже из него пряли в ниточку. Это лен. Такое же практически производство, вот сейчас Марина нам показывает, можно было делать из шерсти, шерсть животных, то есть растительного и животного происхождения. Если мы держим его просто в руке, то мы вытягиваем прядку и закручиваем наше веретено и ждем, когда закрутится нитка. Потом мы можем эту ниточку намотать на веретено, когда она становится длинной, и сделать уже следующее наше движение таким же образом. То есть вот так вот крутится веретено, оно закручивает у нас прядь, и таким образом получается ниточка. Очень просто. Потом мы сматываем в клубок эту нитку, и потом уже мы можем либо из нее связать что-то, либо соткать какое-то изделие. Мы берем челнок такой в руку, на котором у нас находится ниточка утка намотанная. Мы ее обязательно проталкиваем в зев так называемый, который у нас образуется между двумя рядами ниточек. Потом мы берем бердо, прижимаем и ставим его наверх, если он стоял у нас внизу. И получается так же то же самое мы делаем в другую сторону. То есть все очень просто. Мы проходим в зев, протягиваем ниточку, снимаем бердо, прижимаем, и таким образом миллиметр за миллиметром у нас растет ткань. Заряд бодрости, позитива, энергии – все это в тройном объеме. Такой вот он творческий и спортивный Тольятти в Кубе. Здравствуйте! Мы продолжаем программу и из паркового комплекса имени Сахарова переносимся в лес Автозаводского района. Надеваем перчатки, берем в руки пакеты для сбора мусора и присоединяемся к проекту «Очиститель». Сегодня нас ждут великие дела. Александр, что это за проект «Очиститель» и в чем его сверхзадача? Это проект по очистке леса и благоустройству леса. И сверхзадача его в том, чтобы наш лес стал чистым и приятным для посещения, удобным для жизни. Помимо того, что очистить, хочу установить здесь беседки, турники, площадки, тропы нормальные сделать, может быть, с фонариками. То есть благоустроить его, сделать из него место приятное для жизни. Мы ходим иногда вдвоем просто или семьей с детьми выбирать лес по будням. По субботам организовываем. В субботнике приходят люди, очень много приходит детей. У нас уже в группе тысячи человек, в телеграмме уже 100-150, где-то там 150 уже, наверное. Из них люди приходят на субботник, 20-30 человек приходят. Иногда эти люди меняются. Наталья, я знаю, что вы сегодня в первый раз участвуете в проекте. Как ваши впечатления? Ну, мне нравится помогать природе. Полезное дело для людей, для общества. Что чаще всего попадается? Стекло, бутылки пивные, конечно же. И пластиковые. Много тары. У нас такой красивый лес, но очень захламленный. Люди просто не думают, наверное, об этом. Поэтому я здесь. И много нас, пожилых здесь тоже бывает. И помогают городу, чтобы он был красивым и цветочным. Вместе мы сделаем наш город чище. Проект-очиститель за раздельный сбор мусора. Пластик определяем в синие пакеты, все остальное в черные. Главное не перепутать. Ой, я забыл, а это куда? Андрей, ну, конечно, бутылку мы кладем в синий пакет. Сегодня уже 17-й по счету субботник. Мы очищаем участок леса от лыжной базы до лесопаркового шоссе. Александр, а где до этого уже вы успели провести очищение? Много где успели провести. Несколько субботников. Три или четыре проведено в лесу автозаводского района. От Царского села и до Прелесья. Три субботника на Муравьиных островах было проведено. Несколько субботников, два или три, было проведено в порт-поселке. Также три, по-моему, субботника было проведено в Центральном районе. Два или три субботника проведено в Комсомольском районе. Надежда, я знаю, что помимо непосредственно субботников вы устраиваете также чайпитие с песнями, непринужденными разговорами. Вот у нас главный вопрос. Мусор после себя убираете? Это обязательно. Мы не оставляем мусор, мы собираем мусор и после себя оставляем еще чище. Приходим, собираем мусор, сидим, потом еще раз собираем мусор. Это обязательно. А какие еще совместные мероприятия проводите? У нас был квест детский. Это найти сокровища. Это была карта, по ней дети искали сокровища. Мы, конечно же, им помогали. И когда они нашли эти сокровища, в сундуке были подарки. Детские игрушки и детские сладости. Дети очень рады, им очень интересно. И мы, думаю, мы будем продолжать это делать. Идей очень много. Светлана, как давно вы в проекте «Очиститель» и почему решили к нему присоединиться? Я в проекте с 18 июня искала единомышленников, искала людей, которые убирают, которые разделяют мои интересы. И нашла. Мне очень повезло. То есть все лето вы провели в таких трудовых, получается, подвигах, верно? Ну да, верно. Но как трудовых, это очень возобновляет душу, так сказать. Мне нравится этим заниматься очень. А что бы вы пожелали проекту, его участникам, нынешним, будущим, потенциальным? Чтобы присоединялись сюда как можно больше народу, потому что люди все очень добрые, вежливые, отзывчивые. А как можно присоединиться к проекту «Очиститель» или каким-то образом вам помочь? Чтобы присоединиться к проекту «Очиститель», нужно найти в ВКонтакте страницу проекта «Очиститель» с одноименным названием. Там есть мой телефон, есть ссылка на оперативную группу в Телеграм. Там вся информация о том, когда будут проходить субботники, какие мероприятия уже были проведены и все, что нужно. Помочь можно перчатками, мешками, руками, что очень немаловажно, потому что мешки и перчатки я и сам уже найду, а вот рук всегда будет не хватать. Чем больше рук, тем больше территорию мы сможем сделать, очистить. Вот таким продуктивным выдалось утро субботы для участников проекта «Очиститель». Лес стал чище, трава зеленее, солнце ярче, а настроение от проделанной работы лучше. Да, если у вас тоже есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону редакции или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю на территории Тольятти.